Вы как-то говорили, что переделанные ракеты С-300 будут успешно сбиваться, если мы получим целые ракеты и установку. Тогда наша КБ сможет понять принцип их работы. Вопрос, почему после Харьковской операции этого не было сделано. Ведь когда оккупанты убегали, они все бросили. Во-первых, я не помню, чтобы я говорил, что нам надо посмотреть, что они там. Мы знаем примерно, что они переделывают. И даже по обломкам ракеты, когда ее блок управления находят на земле, мы понимаем, что они там переделали и что они сделали. Тут же нет. Я говорю о том, что нам нужны современные средства противоракетной борьбы, которые могли их сбивать. Это средства среднего радиуса действия, типа НАСАМСа и ИРИСТЕ. Вот эти системы, да, они их в состоянии не сбивать. Нам не важно. Не нужна нам пусковая установка С-300, она у нас есть. Россия ничем не модернизировала эту пусковую установку и она ничем не отличается. Даже китайцы как-то сказали, что С-400, знаменитая С-400 Российской Федерации, которым они так бахвалятся и говорят, что аналогов нет в мире. И китайцы сказали, что С-400 это хорошо покрашенный С-300. Ну да, он отличается немного ракетой, которая летит немного дальше. Так что, не припомню, чтобы я такого говорил, и нам это не надо. Нам нужны средства противоракетной обороны. Чем их будет больше, тем... Вот если, допустим, была возможность поставить 2-3 батареи НАСАМС или ИРИСТЕ в Запорожье, то тогда, я думаю, что вопрос защиты города от этих ракетных ударов переделанными ракетами С-300 был бы закрыт процентов на 80, это точно. То есть, из 10 ракет 8 были бы сбиты. Да, 2 бы долетели. Но сегодня, вы же понимаете, 100% гарантии получить нельзя практически нигде. Но тем не менее. В связи с тем, что эти комплексы еще и идут, видите, как мы... Когда нам грохнули массированный ракетный удар, мы все спохватились, кричали, говорили, просили, умоляли, дайте, дайте, дайте. Нам дали 2 комплекса, и мы что? Сели, выдохнули и дышим ровно. Нам сейчас обещают еще подкинуть комплексы, и мы уже начинаем потихонечку радоваться. Ну, это все хорошо, потому что в Российской Федерации, я так понимаю, там ракеты начали заканчиваться. А если бы они не заканчивались, если Россия сейчас соберется силами, получит иранские ракеты, а мы еще будем ждать противоракетные комплексы, и что, повторение 10 октября произойдет? Так что, вот где надо делать основной упор. На том, чтобы теребить наших партнеров, и напоминать им постоянно, что давайте, давайте, ребята, быстрее, быстрее давайте комплексы, больше давайте комплексов. США пусть быстрее принимается решение, давать, не давать нам патриоты, чтобы сказали, дадут или не дадут, что мы надеялись на это или не надеялись. А то, что там добывать пусковую установку С-300, ну, пойдите вон в наши дивизионы, посмотрите, как она установлена, это не имеет смысла. Ракету, пожалуйста, сбитую ракету, которая не взорвалась, разбирайте блок, узнаете все, что захотите узнать. Но это не влияет на эффективность работы средств противоракетной обороны.